В Самаре игроки и тренеры крыльев советов прошли вакцинацию от гриппа. Бразильский защитник Фернандо Пишоту Кастанца отметил, что защита от вирусных инфекций помогает уберечь не только себя, но и семью, а также команду. Жители Самары приглашают пройти онлайн-опрос по вовлеченности в процесс внесения изменений в генплан города. Результаты исследования помогут Департаменту градостроительства разработать более эффективные методы информирования. Анкета анонимная, для участия необходимо авторизоваться через портал Госуслуг. В Октябрьском районе Самары отремонтировали двор в рамках областного проекта «Содействие», благоустроили территорию и расширили парковку для автомобилей. Жители Самары могут подать заявки для участия в новом конкурсном отборе «Содействие» до 31 октября. На Самару 16 октября обрушится магнитная буря. В этот день возможно ухудшение физического состояния, головная боль, слабость, снижение концентрации внимания, работоспособности, сонливость. Самарская область вошла в топ-10 лучших мест для сбора грибов. 63-й регион занял шестую позицию в рейтинге. Первой в топе оказалась Республика Карелия, второй – Ленинградская область, а на третьем месте – Дальний Восток. Спортсменка из Тольятти заняла второе место первенства мира по карате. Соревнования проходили в Италии. Дарья Юшкова выступала в весовой категории до 68 килограммов. В возрастной группе 18-20 лет. Президент России подписал закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров при помощи специальных устройств.